Звезда кочевницы Звезда кочевницы Ясуна Дугарова работала консультантом-аналитиком Женевского филиала ООН по социальной политике в развивающихся странах. С 2016 года работает в главном штабе ООН в Нью-Йорке в отделе стратегической политики программы развития ООН. Теперь мы слово предоставляем, собственно, нашей гости Ясуне Дугаровой. Она расскажет о себе, об учебе в Кембриджском университете, о работе в ООН, о том, как добиваться целей и найти гармонию с собой и окружающим миром. А затем встреча продолжится в режиме вопрос-ответ. А также после встречи для всех желающих будет возможность приобрести книгу «Звезда кочевницы» с автографом автора. Встречаем. Я должна признать, что для меня это очень важный, очень трогательный момент. Мне очень приятно, что вы все сегодня собрались. Я не была дома 4 года, поэтому я очень рада присутствовать сегодня. И очень благодарна вам за то, что вы пришли за вашу поддержку. Большое спасибо. Как раз в тот год, в последний год обучения в бакалавриате в Санкт-Петербургском университете, я одновременно размышляла, что делать дальше. Я немножко расскажу об этом позже. И подавала нам разные стипендии в университет для того, чтобы продолжить обучение. И выиграла стипендию, полную стипендию для обучения сначала в магистратуре Кембриджского университета в Англии. И уже находясь в Кембридже в магистратуре, я выиграла полную стипендию на докторатуру в том же Кембриджском университете. С 2003 по 2004 год я провела в Пекине. Это был как раз год, когда я стажировалась и улучшала знания языка. И в тот момент было очень много ребят из разных стран. Я думаю, много чувствующих также была эта возможность. Они понимают, что я имею в виду, что там были представлены ребята практически из более 100 стран. И у меня было ощущение, что именно через призму и глаз я вижу этот мир. И именно там у меня зародилось желание познать эту культуру, увидеть, что там происходит. И именно по возвращению из Китая в Санкт-Петербург многие, естественно, меня спрашивали, поскольку это был мой последний год в университете. И спрашивали, что есть он, что ты будешь делать дальше, на какую работу, в какой организации, какой, может быть, университет я бы хотела продолжить. Именно с того, чтобы ответить конкретно, что бы я хотела делать, в какой организации, я отвечала очень просто. Я хочу увидеть мир. Именно это желание увидеть мир, именно желание познать новое, получить новые знания, мотивировали меня для того, чтобы подать к Китая в Санкт-Петербург. Когда я поступала в Кимбридж, и мои родители, мамы в том числе, недопытные столкарки, я считала, что Кимбридж – это, по-своему, недосекарная планета. Я думала, что она доступна или вокациям, или вундеркингам. Никакой вот этой категории я не принадлежу, я поэтому абсолютно не ожидала. И была, скажем так, шокирована, когда мне пришла новость о зачислении университет. И такой опыт показал сейчас в университете Кимбриджа, что трудоспособность, ценностремленность и настойчивость являются важными составляющими для того, чтобы достичь ваших целей. И я думаю, ключевой роль в моей жизни сыграл именно кружок общества, студенческого общества, которое называется Кимбридж Универсия International Development Society. Это переводится как общество международного родителей, международного международного сфера. В этом кружке мы организовали конференции, мы приглашали разных спикеров из международной сферы. Мы ближе понимали, как другие, что делать для того, чтобы восстановить мир на земле, как помочь окружающим. Что требуется для того, чтобы бороться с бедностью неравицы. Именно в этом кружке, в этом студенческом обществе я поняла, что я хочу делать дальше. Я поняла, что я хочу приносить пользу окружающим не только в личной жизни, но и в профессиональной. Эта фотография впечатляет рабочий момент в своей работе в программе развития ООН. Это отдел стратегической политики. Я являюсь специалистом по вопросам устойчивого развития. Я рада буду ответить и объяснить, что я под этим имею в виду. Но в качестве своей работы я выполняю анализ и исследование вопросов, касающихся социальной политики. Таких как бороться с бедностью, с неравенством, гендерные равенства, в том числе социальная инклюзия, активное старение и ряд других вопросов социально-экономического характера. Раскроете границы. Граница, прежде всего, внутри вашего сознания. И, поверьте мне, у вас откроется огромный сектор выбора, о котором многие даже не задумываются. И самое главное здесь – это не отчаиваться, это не сдаваться, это не прекращать верить в себя. Я понимаю, что это сложно. И я сама прошла через это. При моменте, в том числе в актернатуре, когда я просто была готова прекратить. При моменте, когда я очень вставала, было очень тяжело. Кроме того, что это среда, несмотря на то, что он создается, это очень-очень конкурентная среда. Вы встречаетесь с людьми, которые считают себя лучшими в мире. Это может быть не всегда соответствует правде, но вам нужно посмотреть в реальность и понимать, что, во-первых, мы не хуже им, а во-вторых, мы можем быть даже лучше. То есть важно, не нужно обращать внимание на окружающих, не важно, не нужно конкурировать, не нужно никому чего-то оказывать. Вы сами у себя определяете жизнь. И именно с вами, с самим собой вы должны бороться и преодолевать сложности, и становиться лучше, чем вы есть. И, мне кажется, от этого вы добьетесь намного больше, чем вы будете конкурировать с кем-то еще или кому-то что-то оказывать. Я думаю, что семья, родители, в том числе и особенно родители, имеют колоссальную роль в нашей жизни. Они нам дают фундамент, интеллектуальный фундамент. Они закладывают нам систему ценностей и генетическую базу, которая нам служит под формой для дальнейшего развития. Конечно, это очень важно. Образование, я не могу подчеркнуть, насколько важно образование, которое вы получаете. Это начинается со школьных лет, это течение школы, это университет. Это вам дает институционную базу для дальнейшего развития. Но, опять-таки, я бы хотела подчеркнуть, что это то, что вам дают, это та платформа. Дальше это уже путь и решение, которое стоит в правах. Это то, что уже дальше, опять-таки, на моем области вы сами решаете, что вы с этим делаете. Есть очень талантливые ребята, интеллектуальные, генетические, которые не совсем целенаправленно и не совсем полно используют этот талант. Есть ребята, которые получают бестящее образование. Поверьте мне, из-за моих знакомых, которые заканчивали темп, и все опыта пикарвают. Поверьте мне, не всегда все идут очень далеко, опять-таки, потому что в какой-то момент люди сталкиваются с сложностями, которые, ближе всего внутри себя, они не могут перебороть. Поэтому я считаю, что выбор из этого вами, или вы решаетесь идти вперед, или вы идете назад. В моем случае я на данный момент, и я стараюсь надеяться, что это будет продолжаться дальше, я решу идти вперед. Самое важное качество, самое важное, это трудоспособность. Я не знаю, было ли это заветное в моей презентации или нет, но для того, чтобы иметь то, что я имею сейчас, и, поверьте мне, я не считаю, что я имею еще то, что я хотела иметь, и я достигла тех результатов, которые я хотела достичь. Но тем не менее, на тот момент, на котором я сейчас нахожусь, и то, что я имею сегодня, это было исключительно благодаря огромному и пассивному другому каждый день. И поэтому, для того, чтобы добиться цели, очень важно много и очень много работы. Я могу представить, что это может заключать довольно украшающе, но, поверьте мне, я верю в то, что рано или поздно ваш труд и ваши усилия обязательно воскакляют. Я думаю, что наш народ, пулянский народ, имеет огромную способность и талант. И именно я надеюсь на то, что если мы сможем предложить усилия к тому, чтобы реализовать этот талант, и не те возможности, которые у нас сейчас существуют, я думаю, что в рядах нашего народ сможет стать на абсолютно другой уровне. И это именно то, к чему я стремлюсь. И я надеюсь, что многие ребята, многие молодцы, проставщики, в том числе, смогут добить еще больших результатов. И я очень хочу верить в то, что весь мир узнает о том, кто такие пряты и что такое пряты. Я думаю, что многие из вас знают. Недавно я выпустила свою первую книгу «Звезда кочевницы. Гармония между Востоком и Западом». Она доступна сегодня тех, кто хочет ее приобрести. И эта книга для меня является своего рода первый опыт Ниуаров, о котором я рассказываю о своей учебе, докторатуре киндуржского университета, о жизни в Англии через призму бурятской идентичности и буддийской философии. Я надеюсь, что она вам будет интересна и полезна, особенно подрастающему поколению. И я рада видеть, что сегодня достаточно много молодых ребят, которые, я надеюсь, мой опыт будет мотивировать, достигать результатов, ставить цели и проходить путь достойно. Добрый вечер. Ну, во-первых, хотел вас поздравить с таким значительным личным успехом. Поздравить и ваших родителей. Мы очень вами гордимся. Ну, такой вопрос к вам, как эксперту организации объединенных нас. Вы сказали, что буряты – это, ну, общежители Бурятии, скажем так, это очень умные, талантливые, образованные люди. Почему, раз мы такие умные, почему мы такие бедные? Спасибо, Андрей. Для того, чтобы была возможность как можно больше спросить, если бы позволить, я бы хотела взять несколько вопросов, хотя бы три за раз, и потом уже в быстром режиме как можно исчерпывши ответить. Пожалуйста, Денис. Ну, на сегодняшний день мы не только бурят, мы сталкиваемся с глобальным классовым разделением. Я вот узнала, что, например, в школах уже идет градация тревоглазников по тому месту работы их родителей. То есть первый А-класс – это идет, там, у, кто-то престижный, но служащий. Последняя группа, как несогранная, когда дети, 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 родители, родители – это как? Это домохозяйство. То есть мы начинаем с, и со школы, и наше общество делится. Я думаю, что, наверное, на самом деле такого нет. Вот, говоря, какие рекомендации, я понимаю, глобально это, конечно, это коллектив, да, да, и, ну, главное, действительно, да, это самое не только наше. Как вот общество, да, помочь обществу в этой ситуации, когда нет классового разделения, и это же наши дети. Ваша модель успеха и эта презентация как бы настраивают молодежь на выход, да, то есть на то, что, на достижение вечного успеха. Мне интересно, наверное, наверняка вы задумывались, что будет с нашей землей, с нашей родиной, с нашей культурой, с языком, если все успешные, ну, возьмут за модель, именно вот такую, да, такую модель по модернизации, и, ну, решат по кем, и достигают, что будет с нашим языком. Спасибо всем за очень важные и очень актуальные вопросы. Это, естественно, неловекие вопросы, и, опять-таки, я могу поделиться своей точкой зрения на основе того, как это тех знаний, которые я имею на данный момент, поэтому не судите строго. Но что касается бедности, опять-таки, вопрос бедности, с одной стороны, это глобальные проблемы, да, это проблема, которая касается не только в развивающихся разных странах, оно, опять-таки, я занимаюсь этим вопросом, поэтому я прекрасно понимаю причины бедности, и, опять-таки, ну, самое главное, вопрос, что с этим делать, как с этим бороться. И, опять-таки, недавно мы обсуждали это с нашими ребятами, в ряде, что для этого реализовать, особенно учитывая, что вот сейчас приходит новое правительство. Я думаю, что, с одной стороны, очень важна поддержка государства. То есть, я все-таки считаю лично, и в том числе в Организации объединенных наций, мы считаем, что важную и основную роль за благосостояние населения все-таки несет государство. Это гарант обеспечения уровня жизни населения. Что это значит? Это значит, что государство должно предпринимать шаги для того, чтобы помогать людям вести достойный образ жизни. Сейчас, я понимаю, сложные времена, сейчас уровень бедности, как мы знаем, с последней прямой трансляции достиг 23 миллиона по стране. Это, пожалуй, один из самых высоких показателей после 2012 года, когда уровень бедности снизился наименее, достиг наименьшую точку. И поэтому, с одной стороны, важно предоставлять социальную защиту, что это значит. Это те же пособия, это увеличивать уровень пособия, это важно увеличивать уровень заработной платы, потому что проблема наряду с бедностью является не только сама безработица, потому что работа в принципе есть, но это уровень заработной платы, который практически реалистично не позволяет людям вести достойный образ жизни. Поэтому здесь очень важно, это опять-таки то, что мы, и я в частности рекомендую в своих статьях, это инвестировать не только в создание рабочих мест, но и увеличение зарплат, увеличение качества здравоохранения, качества образования, и увеличение уровня пособий, которые позволят людям в тяжелой ситуации вести адекватный образ жизни. Отвечая, почему мы бедные, вы знаете, это такой довольно философский ответ, потому что, с одной стороны, существуют, мне кажется, факторы, которые не зависят от самого человека. То есть мы живем в большой среде, в которой много макроэкономических факторов, которые воздействуют на экономическую ситуацию, а нету неприятной экономической ситуации, соответственно, влияют на наш уровень жизни. И зачастую эти факторы, возможно, не зависят от нас самих. То есть в этом случае, в какой-то смысле, мы являемся жертвами этой ситуации. Но я считаю, что важно, неся себя позиционировать как жертва. Я понимаю, что сложно, когда нет поддержки со стороны государства, когда нет возможностей, нет тех условий работы, которые люди заслуживают. Мне кажется, очень важно не впадать в так называемую депрессию, не откатываться назад и, тем не менее, стараться предпринимать шаги для того, чтобы выбраться. Я понимаю, что это сложно. Я понимаю, что на индивидуальном уровне, на семейном уровне легче сказать, чем это сделать. Но опять-таки, в силу тех возможностей, которые существуют сейчас, их, я думаю, сейчас больше, чем было в те же 90-е годы, когда я выросла, мне кажется, что возможности при большом желании, при том же способности, при таланте в порядке народа, мне кажется, что все-таки всегда есть шанс, есть возможность выйти из этой ситуации. Для этого, конечно, важно желание, важна способность. И важно быть открытым возможностям и не бояться трудиться. Опять-таки, это моя личная точка зрения. Мы можем судить дальше. Я рада вам поделиться с вами статьями и другими рекомендациями, которые мы написали. Классификация разделения общества и уже на уровне детей. Не только в школе, я думаю, и в детских садах существует эта проблема, и не только в Бряттии, я думаю, это... Вообще проблема неравенства сейчас наиболее острая наряду с проблемой деятельностью. Опять-таки, это одна из тем, на которой я работаю в ООН. И что произошло в последнее время, что с накоплением капитала, финансового капитала и с тем же экономическим ростом, который мы наблюдали практически во всех странах мира, в том числе и в России, в 2000-е годы. Несмотря на этот экономический рост и несмотря на то, что бедность, в принципе, в 2000-е годы сократилась, произошел рост неравенства внутри страны. И это происходит в разных контекстах. Это о чем говорит? Это говорит о том, что экономический рост и накопление капитала, такое состояние, оно не автоматически реализуется, и автоматически приводит к тому, что люди становятся равными. Ну, извините, я это говорю более так на, скажем так, политическом уровне, но если говорить о реальности, о той действительности, которую вы сейчас описали, это действительно, я считаю, это неправильно, это неприятно. И, поверьте мне, я сама в определенной мере прошла через это, и я прекрасно понимаю, что значит, когда вы пытаетесь что-то сделать сами, а некоторые с вами просто не вставали, потому что вы не соответствуете их статусу. Но, опять-таки, на своем опыте, и даже в том же Генбридже я прошла много, была во многих ситуациях, когда относились с большим высокомерием, и в силу моего происхождения, в силу, возможно, даже моего гендерного признака, в силу моей личной принадлежности. И это все неравенство, и неравенство проявляется не только в достатке, это проявляется, откуда вы пришли, где вы являетесь, какие являются ваши родители, какое у вас образование, и это очень много факторов, которые влияет на это не разница, вопрос, что с этим делать. И это как раз та проблема, которую мы пытаемся решить. И если говорить на уровне политических установок, что важно? Важно перераспределять то состояние, которое, если человек зарабатывает очень много, опять-таки, это касается налоговой системы больше, мы рекомендуем, что в тех странах, где существует прокурсивная система налоговложения, очень важно, что те, которые получают высокую зарплату, чтобы налог, который они ввали, был больше, чем у тех, которые зарабатывают ниже. То есть, по сути, это важно делиться тем, что вы имеете. Но это, опять-таки, на уровне политических установок, но если говорить о нашей жизни, о том, как мы можем с этим бороться, мне кажется, очень важна модель воспитания в семье, важна, какие установки родители дают детям. Понимаю, что родители могут быть сами воспитаны в тех условиях, где существовало это разделение, поэтому у них нет позитивной модели. И, соответственно, им не уполучиться. Но, как мне кажется, все-таки, если мы посмотрим на себя сами, если мы будем родными моделями для наших же детей, если мы скажем нашим же детям, что не нужно говорить, что он богатый или он бедный, или у него такой, например, физический недостаток, у него любовь, что мы все достойны того, что мы имели. И если мы впитаем это в наших детях, то эта система, возможно, я надеюсь, будет лучше. Поэтому есть два уровня. Есть на уровне политических установок, а есть на уровне семей, на уровне индивидуальных. Поэтому есть сочетание, которое, возможно, приведет к более лучшим результатам. Но это вопрос сложный, поэтому у меня нет прямого ответа, как это улучшит, но мы с этим боремся, мы стараемся что-то делать. Есть страны, где показаны, где получены хорошие результаты. И, опять-таки, вы можете почитать статьи на моем читате, где более подробно написано. В своей презентации я не пытаюсь мотивировать ребят уехать. Я ни разу в своей презентации не сказала, что там лучше. Я несколько раз сказала, что тот путь, который я прошла, был очень сложный. Если человек готов работать, независимо, в какой ситуации я верна, независимо, в каком контексте, в какой стране, я уверена, что он добьется результат в любой области, в любой контексте. Я понимаю, что в определенной среде есть более благоприятные условия. Есть условия, где, возможно, индивидуальная личность ценится больше. И существуют благоприятные условия для развития потенциала. Но, опять-таки, в своей презентации, прежде всего, я хочу подчеркнуть то, что вы должны верить в себя, вы должны верить в свои возможности. И вы должны стремиться не только к тому, чтобы принести, улучшить свою жизнь. Но я надеюсь, что тем, что вы делаете, вы можете улучшить жизнь окружающим. И поделиться своим опытом с окружающими людьми. И в этом, правда, и заключается цель на сегодняшней презентации. Я хотела сказать, что ты большая молодец. Несмотря на все трудности, которые тебе выпали, я представляю, очень хорошо, и сумела добиться за короткий период времени очень больших результатов. Поэтому, я думаю, сейчас, молодые люди, которые здесь присутствуют, я думаю, для многих будет какой-то толчок, не останавливаться на достигнутом, а брать более высокие уровни. Спасибо большое. А вопрос, у меня небольшой, все-таки, работа ВОО меня интересует. Она связана с командировками, видимо, с каким-то большим, достаточно, процентом. Большим процентом. Процентом риска, видимо. Потому что это разливающиеся страны. Да, я бы сказала. Хотелось бы чуть-чуть, вот что-то, прошло свои, все-таки, работы, и какие там у тебя ближайшие будущие поиски. Ясун, в вашем опыте в ВОО, есть ли какие-то прикладные программы, проекты, которые можно реализовать здесь в УВЕ? Как дальше сложится, я не знаю, этому как бы никто не может предсказать. Очень, особенно сейчас, очень сложная финансовая ситуация. Поверьте, это испытывают все, не только в России, не только в России. И, поверьте мне, и в Нью-Йорке, и в ООН тоже ситуация сфинансирована. Мы не знаем, что будет дальше, как много финансировано, поскольку мы зачастую не зависим от тех контрибуций, того вклада, которые делают страны-участники ООН. Поэтому, как сложится больше, я, честно скажу, я не знаю, но, опять-таки, он опыт показывает. Я решила для себя, что я не буду строить дальнейшую, 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 ванную, у меня есть цель, скажем так, общеглобальная цель, к которой я стремлюсь. А какими путями я пройду этот путь, и что для этого потребуется, мне кажется, время покажет. И на данный момент для меня лично важно, это мой принцип, что я делаю все, что от меня зависит. А уж дальше, как сложатся обстоятельства, я думаю, время само рассудит. И меня многие спрашивают, вот Исуна, вот ты сидишь в ООН, что ты там делаешь для Бурятии? Это имеет место быть этому вопросу, этой критике, поскольку я понимаю, что ожидания большие. Кажется, что ООН – это такая большая, всемогущая организация, которая может решить эти проблемы. И, во-первых, это не так, ООН – это межправительственные организации, которые существуют для того, чтобы регулировать конфликты, для того, чтобы решать проблемы. Опять-таки, многие решения, которые не всегда зависят от людей, которые в ней работают. Потому что существует ряд очень сложных факторов, не только внешних экономических, но и также от согласия в правительстве, от того, кто в правительстве, и насколько они готовы сотрудничать. Поэтому иногда, с одной стороны, кажется, что ООН – это большая, мощная организация. Это действительно так. Это, пожалуй, единственная, крупнейшая, глобальная организация. Но в то же время, вы знаете, проблем больше, чем решений, к сожалению. И поэтому ожидания, которые выслагаются на ООН, они, может быть, превышают те возможности, которые она имеет. Но если, возвращаясь к реакции, какие существуют проекты, которые можно реализовать, на данный момент, мы зачастую смотрим, можно смотреть конкретные проекты, например, связанные с окружающей средой. Естественно, Байкалы – это наше все, это наше состояние, это часть нашей юридичности. У нас офисы более 150 стран. В моем, в том офисе, где я работаю, я занимаюсь анализом исследований, я не работаю в земле, в той стране. Поэтому в этом смысле у меня нет вот этой, возможно, прямого взаимодействия, которое бы мне хотелось иметь. Но это не значит, что этого не будет. Опять-таки, о пилотных проектах, которые можно было реализовать в Бурятии, я думаю, с одной стороны, тут очень важно сотрудничество, сотрудничество как со стороны ООН, так же со стороны местного правительства. И я думаю, что большие ожидания возлагают наше население на новое правительство. И судя по тому, что я слышу ожидания достаточно положительного характера, поэтому время покажет. И если я могу быть чем-то полезной, естественно, я буду рада сотрудничать и как-то этому способствовать. У меня складывается впечатление, что, возможно, в силу опять-таки доопыта и того места работы, где я сейчас нахожусь, то я могу многое сделать и могу решить многие из ваших проблем или способствовать, по крайней мере, их решению. Я признаюсь, что мне бы очень хотелось ответить на эти вопросы и помочь напрямую решению этих проблем. Но я должна признаться и все, опять-таки, своего опыта, я достаточно еще молодой специалист, я все еще утверждаю о своей карьере, я еще не достигла тех результатов, которые я стремлюсь. И, соответственно, у меня нет еще тех возможностей этого влияния, которые бы мне хотелось иметь, чтобы привык помочь в решении этих проблем. Поэтому я бы хотела это сразу пояснить, что очень важно быть все-таки реалистичной. С одной стороны, я очень ценю ваши ожидания, ваши надежды. Я также хочу сделать это понятным, четким, что на данный момент я занимаю довольно еще скромную нишу в этом обществе, в глобальном обществе. Но у вас есть неутомимое желание продолжать развиваться. Поэтому, опять-таки, как я уже сказала ранее, я надеюсь, что будет возможность в будущем устроить подобные роды встречи, где у меня уже будет больше ответов на ваши вопросы и более практического преподобного характера. Но на данный момент, опять-таки, я делюсь лишь своим скромным опытом и скромными результатами, которые, я надеюсь, будут полезны хотя бы подрастающему поколению. Единственное, что я могу делать на данный момент, и то, что я продолжаю делать в своей работе, это давать людям понимать о том, что существует наш регион, существует народ в Бурятле. о том, что я горжусь этим, и я делаю все возможное, чтобы представить позитивный имидж нашей Родины. И я думаю, что, если вы позволите, на этой ночь мы закончим презентацию. опять-таки, большое вам спасибо за то, что вы пришли, и я надеюсь, вам это будет. Спасибо. Она рассказывает именно очень подробно и поэтапно о ее пути, о том, каким образом можно добиться определенных высот, определенного успеха, как не потеряться в этом большом, достаточно сложном мире, учиться, получать образование, принимать участие в различных программах, пытаться показать себя, рассказать о себе, о своей республике. Это, наверное, очень-очень важно. Кроме того, мне нравится и импонирует в этой книге то, что Ясуна на весь вот этот, вот эту круговерь, да, это изменяющаяся картину мира, изменяющиеся события, смотрит со стороны, смотрит с позиции именно девушки-буддистки, да, то есть такое очень сверцательное, не пытающееся изменить под себя мир, но, тем не менее, приводящее ее к какому-то такому очень разумному компромиссу. То есть она существует в мире, и мир существует вокруг нее. И все это получается какой-то такой удивительной и чистой гармонии. Родословная является частью нашей идентичности. Это очень важно, поскольку родословная, как и история нашего народа, это является частью того, кем мы являемся, кем будут наши дети. Поэтому с детства, в моем случае, я изучала родословную благодаря тому дереву, который составил мой дедушка, Саномка Мойчатукара. Поэтому я желаю, чтобы наши молодые ребята изучали родословную и к этому относились очень ответственно и знали, откуда происходит и семья, и их корма. Саномка Мойчатук. 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 Саномка Мойчатук.